Всем привет. Тема моей презентации «Воркеры в жизни и в экосистеме ангуара». Меня зовут Александр Духовняк. Я фронтенд-разработчик в компании Тинькофф по направлению бизнес. О чем же мы будем сегодня говорить? Поговорим мы сегодня о том, что же такое веб-воркеры и что же такое shared-воркеры и какие модули есть в экосистеме ангуара для работы с воркерами, зачем они нужны и как с ними взаимодействовать. Для того, чтобы показать эффективность работы с воркерами, я хотел бы рассмотреть с вами небольшой пример, небольшую демку небольшого приложения. Вот у нас есть приложение, на котором мы хотим слушать музыку и при этом мы хотим обрабатывать фотографии. Ну, как видно, что все зависло, все умерло. Результат налицо. И это печально. Вот. Это хочется как-то решить. Так. Пам-парам-парам. Черт. Так. Пам-пам-пам. Пролистал. Так. Но перед тем, как начать оптимизировать это приложение и использовать воркеры, я бы хотел, чтобы мы все-таки сначала рассмотрели, что же такое воркеры, как они создаются и конфигурируются, как происходит общение с основного UV-треда с воркером, и что же такое Dedicate Global Worker Scope. Ну, начнем сначала. Что же такое воркеры? Воркеры – это инструмент для синхронной подгрузки и запуска выполнения кода в отдельном потоке. И также это инструмент, который решает нашу вечную проблему однопоточности в JS. То есть мы можем создать любое количество инстансов воркера, и они будут делать какие-то вычисления параллельно нашему основному потоку. Есть два способа создания воркеров. Это воркер – создание обычным программистом. То есть мы просто делаем инстанс воркера. Конструктор принимает два аргумента. Первый – это, собственно, путь до файла, который мы хотим загрузить и выполнить. Второй – это объект с набором параметров. Для примера я сделал name. Мы чуть позже сможем его использовать в самом воркере. Второй способ – это способ скучающего программиста. То есть мы можем генерировать код воркера, не знаю, на сервере, пушить его на клиент, делать из него блоб, создавать ссылку и создавать воркер. И все это как бы прекрасно работает. Хорошо, мы создали воркер. Следующий наш шаг – нужно подписаться на событие message. Это событие, через которое мы будем коммуницировать, и все данные команды из воркера будут приходить в него. После того, как мы научились получать сообщения, хотелось бы что-нибудь отправить. Для этого есть специальный метод post-message. Через него мы сможем отправлять различные типы данных в воркер. При этом хочу сделать сноску о том, что пока мы не отправили первое сообщение, воркер считается неактивным и находится в режиме ожидания. Какие же данные мы можем отправить? Мы можем отправлять строки, мы можем передавать сервизуемые объекты, что, в принципе, логично. И самое классное и сладкое – мы можем передавать буфер. А это значит, что мы можем оперировать с большими данными. Но есть один нюанс. Данные, которые передаются из потока в поток, они копируются. И если мы передаем просто строки, то все работает быстро и хорошо. Но как только мы начинаем манипулировать чем-то побольше, то возникает проблема. И, для примера, 50 мегабайт файл в 50 мегабайт при копировании из одного потока в поток занимает где-то от 300 до 500 миллисекунд, что совсем неэффективно. Но не страшно. На самом деле у воркеров есть одна крутая киллер-фича – есть возможность передачи управления над объектом из потока в поток. То есть у нашего метода постмесседж есть второй аргумент – это массив, так называемый трансфер-лист. И в нем мы можем указать объекты, управление над которыми мы хотим передать из потока в поток. И если это произошло, то байтлэнс данного объекта будет равен нулю. И наш 50-мегабайтный файл вместо 300-500 миллисекунд передаст буквально за 10-20, что как бы очень-очень-очень круто. С основным трэдом понятно, как же выглядит код в самом воркере. Ну, здесь все на самом деле очень похоже. Есть события месседж, через которые мы можем получать данные. Есть события постмесседж, через которые мы можем отправлять данные. Но есть как бы отличия. Все они начинаются со слова self. И что это значит? Это значит, что когда подгружается и запускается код в воркере, он запускается в своем изолированном процессе и в своем скопе. Так называемом Dedicate Worker Global Scope. Я бы хотел рассказать, собственно говоря, что мы можем там делать, и к чему мы имеем доступ, к чему не имеем, потому что он имеет свои ограничения. Начнем, наверное, с хорошего. Мы имеем доступ к объекту Location на чтение, к объекту Navigator тоже на чтение. Также мы можем, имеем доступ к SML Request с сокетом. То есть мы можем выносить какие-то соединения в воркер, и они будут обрабатываться и делаться там. Есть setTimeout, setInterval, кто любит помедленнее. Также мы можем получить, собственно, name, который я задавал чуть ранее в конструкторе. Это может помочь нам в дебаге. Если, допустим, у нас запускается, работает параллельно там несколько инстанцев. Есть метод import scripts. Это такая специальная штуковина. То есть в самом воркере мы можем загружать, подгружать асинхронно еще дополнительные скрипты, которые нам нужны. То есть на вход он принимает массив с адресами скриптов, которые нужно загрузить. Загружаются они асинхронно, но выполняются ровно в той последовательности, которая была задана в массиве. Есть еще доступ к куче других объектов и IP-шкам. Это кэш, это notification, другие там в сторы. Я добавил ссылочку, есть большая таблица, которая расписана в какой версии браузера и к чему есть доступ. И если вы все-таки собираетесь использовать, я бы сначала посмотрел в нее по поддержке. Это что у нас есть? А чего у нас нет? А нет у нас доступа к дом. То есть никакие манипуляции с домом мы делать не можем и получить доступ тоже не можем. Также у нас нет доступа к объекту document, window и parent. То есть мы полностью изолированы. То есть все вышесказанное, если это как-то отразить на схемке. То есть мы создаем новый instance worker, загружаем скрипт, отправляем ему какую-то задачу найти, не знаю, три ошибки в слое PHP и ждем, пока он идет. Как только работа выполнена, мы получаем обратное сообщение, что все готово и через метод terminate закрываем соединение. Какие хочется сделать выводы? Хочется сделать выводы следующие, что worker это внешне подгружаемый, исполняемый скрипт. Он работает в изолированном процессе и со своей областью видимости. Выполнение кода и задач происходит параллельно и общение между основными потоками происходит посредством сообщения. Но самое главное, что это уже наше настоящее, у него прекрасная поддержка и мы уже можем пробовать и экспериментировать. Еще последнее, что хотелось бы сказать, это что по спецификации и документации все worker могут создавать себе подворкеры. И сабворкеры там еще можно строить такое дерево, то есть если бы мы майнили на клиенте, то это был бы собственно говоря наш инструмент. но на самом деле это не совсем так, потому что у гугла и у файерфокса есть старые семилетние иши, где говорится, что оно ничего не работает. Вот недавно заходил на них и там был последний комментарий, что ребята уже прошло семь лет, может быть вы как-то что-то сделаете с этим. Теперь хочу показать тот же самый пример, но уже с использованием worker. Запускаем музыку. Да что ж такое это? Ну, собственно говоря, видно, что процесс не блочится, работа идет, и это счастье. Вот, так, сейчас я включу обратно. Хорошо, с воркерами разобрались. Ой, что же такое шертворкеры? Ну, шертворкеры, лично я называю это такой, как старший брат воркеров, то есть он имеет все то же самое, у него все те же самые ограничения, но у него есть одна крутая киллер фича, он шарится между вкладками. То есть если у нас открыто приложение, несколько вкладок с одним и тем же приложением, они все могут подключиться к одному воркеру. Что нам это дает? Это дает возможность синхронизации данных без костылей, потому что сейчас мы чаще всего придумываем какие-то велосипеды. Это дает нам оптимизацию ресурсов системы и сетевых ресурсов, потому что можно вынести те же самые сокет соединений, и оно будет одно на десять вкладок, а не десять соединений, как это может быть. Ну и первые две дают возможность бороться с человеков вкладкой, собственно говоря, вот эта оптимизация. Есть еще много других кейсов. Каждый может найти для себя, как это использовать. Просто хочу показать, чем немножко они отличаются с точки зрения работы нашей. Точно так же создается конструктор Shared Worker. Мы также имеем события месседж, мы имеем тот же самый постмесседж для отправки данных, но есть несколько отличий. Первое – это то, что все они начинаются с WorkerPort, и второе – это, что для того, чтобы начать и активировать соединения, нужно вызвать метод Start, а в обычном Worker нам нужно было отправить просто первое сообщение. Со стороны Worker у нас добавилось событие Connect, через которое, собственно говоря, мы получаем Connect от всех вкладок, можем их записать в какой-то свой store, да, и уже после этого с ними взаимодействовать. Вот мы и добрались до Worker в Angular. Начать хочу, наверное, тоже с маленького приложения, а потом уже сформулирую, что же это такое. Вот у меня есть небольшое приложение, я могу в него войти, мы загрузили данные с какого-то сервера, мы там можем их редактировать, сохранять и все остальное работает полноценно, как обычное приложение, но у него есть одна разница в том, что это приложение полностью работает из Worker. То есть после этого я могу сформировать, мыслить, что же это такое, то есть в Worker в Angular это некий механизм, с помощью которого мы можем полноценно вынести и запустить приложение, Angular-приложение в Worker. И это очень здорово, то есть мы можем распроверить работу приложения, мы можем вынести сложные бизнесовые какие-то расчеты туда, чтобы не блокировать. Мы можем улучшить FPS, потому что мы снимаем нагрузку с нашего основного UI, и манипуляции с домом и анимация должны работать в разы лучше. Также мы можем закладывать более гибкую архитектуру и можем ее продумывать. Может быть посмотреть в какую-то сторону гибких клиентов, но более гибкую архитектуру. И еще один нюанс, что все компоненты переиспользуемые, то есть компоненты и модули, которые запускаются в Worker, запускаются в обычном приложении, то есть они полностью переиспользуются. Чтобы запустить наше приложение в Worker, достаточно сделать всего 4 шага, без настройки вопака, потому что она у всех индивидуальная, тут я уже не стал. То есть первое, нам нужно установить модули Platform Web Worker и Platform Web Worker динамик. Потом в нашем основном приложении браузер модуль заменить на Worker модуль из пакета Platform Worker. В Main заменить Bootstrap, то есть если сейчас мы делаем платформу Bootstrap динамик и Bootstrap приложение, то мы заменяем на Bootstrap модуль UI, он в свою очередь загружает уже приложение с нашим, наш Worker с приложением и его Bootstrap и надо создать файл самого Worker. Обязательно нужно туда прокинуть полифилы, обязательно мы туда прокидываем часть ядра и уже Bootstrap достаточно известным и знакомым нам образом. Ну, собственно, все. В 4 шага наше приложение полностью отправляется в thread. Но мы же говорили, что есть ограничения. Эти же ограничения присутствуют и в нашем приложении. То есть мы не можем работать с домом, у нас нет Windows и всего остального. Но есть нюанс. На самом деле в Angular приложениях мы можем манипулировать с домом. Мы можем это делать через рендерер либо через датабиндинги. Сейчас объясню почему. Потому что когда мы собираем приложение, часть ядра, в нашем случае это рендер-компайлер, остается в основном Uitrade. Остальная часть приложения, часть ядра уходит в Worker. Между ними автоматически создаются три канала, через которые происходит манипуляция по роутингу, рендер сообщений, ой, рендер компонентов и прокидка сообщений и событий. То есть когда мы что-то меняем в компоненте, он идет сначала в Uitrade, обновляется и возвращается обратно. Таким образом у нас есть возможность манипуляции с домом. Что же касательно общения. Команда Angular сделала две абстракции. Это MessageBus, это низкоуровневая абстракция, когда мы можем создавать каналы, на них подписываться и просто обмениваться сообщениями. То есть как мы делали это в обычном Worker. Есть еще другая абстракция, более высоковыровневая, это MessageBroker. Она создана для того, что мы можем в Worker, в приложении, которое находится в Worker, регистрировать какие-то методы, которые мы сможем вызывать из основного UI. То есть уже какие-то конкретные методы. И лучше использовать, когда мы ждем какой-то результат. То есть результат какой-то операции. Сейчас я вам хочу показать, собственно говоря, как конфигурировать и с ними работать. То есть начнем с MessageBroker. Это когда наше приложение грузится и бустрапится, в основном UI, мы получаем ссылку, собственно говоря, на него. Вытаскиваем, собственно, через Injector Client MessageBroker Factory. Следующий наш шаг – нам нужно создать некий канал. То есть мы задаем имя канала. Также можно указать флаг «Работать в зоне или нет». Этот флаг влияет на то, что обмен сообщением будет происходить моментально или он будет происходить с некой задержкой, пока будут собираться изменения в зоне. После того, как мы создали канал, нам нужно отправить данные. Но не все так просто. Для того, чтобы отправить даже строку, нам нужно сначала вызвать конструктора FnArgument, передать туда данные, передать туда тип данных, которые мы передаем, потому что их три. Примитив – это если мы просто обмениваемся, есть еще два системных, один для рендера и один еще для чего-то, сейчас не помню. И второй – это UIArguments, где мы говорим имя канала, куда мы будем это все передавать, и, собственно, передаем аргументы. И последний шаг – это отправка. То есть мы вызываем метод runOnServe и передаем данные, которые мы хотим отправить в Worker. Возвращает он Promise, то есть как только какая-то операция в Worker выполнится и вернет результат, он попадет сюда. Со стороны Worker это выглядит следующим образом. мы инжектим сервис в MessageBrokerFactory, точно так же создаем канал. Здесь мы регистрируем метод, который будет вызываться при вызове этого канала и возвращаем какой-то результат. Ну, в целом, я, видимо, уже привык, не так страшно. MessageBus. Очень похоже. Мы вытаскиваем MessageBus, создаем канал для общения и там есть два метода. То есть ту, куда отправляем, и всем знакомый emit, что, собственно говоря, что мы отправляем. Со стороны Worker injectим MessageBus, подписываемся на канал, и то же самое from, и в наш subscribe попадает данные или сообщения, которые мы отправляли. Роутинг. Когда вы запустите приложение после четырех шагов, роутинг и с коробкой работать не будет. Для того, чтобы он заработал, нужно добавить специальные провайдеры. В Bootstrap Worker.UE нужно добавить провайдер Worker.UE Local Providers. Он находится в пакете Platform WebWorker. И в нашем основном приложении нужно добавить провайдер Worker Application Providers и сконфигулировать AppBase HRIV. После этого, в принципе, оно все работает, и даже я тестировал с Lazy, в целом все хорошо. Какие выводы хочется сделать? Что Worker это не только как бы классно и модно, это очень хороший и мощный инструмент, с которым мы можем и уже должны работать. Это уже наше настоящее, и не стоит это откладывать на потом. И что WebWorker и Angular – это интересная технология. Это хорошая почва для экспериментов. Они, к сожалению, еще немножко экспериментальны, и от версии к версии IP меняется. Но я считаю, что стоит уже посмотреть и как-то с этим поиграться. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Есть основной поток, и в фоне выполняются различные вычисления там и все такое. Но вот в случае, если у нас будет много потоков, нам наверняка нужна какая-то синхронизация по любому блокировке или типа того. То есть как тут решено вот это? А первую часть вопроса можно? Я не раз слышал. Ну, короче, просто хочу спросить про синхронизацию потоков в данном случае. В Angular или вообще? Ну, вообще в Worker. В данном случае, наверное, каждый сам свой механизм пишет, как синхронизировать какую-то обертку. Честно говоря, не знаю даже, что сказать. Ну, у меня обычно какая-то своя обертка, которая все это обрабатывает, собирает, ну, то есть и раскидывает. Ну, статическими объектами именно. Когда какие-нибудь сториджи используются, если вот между вкладками надо что-то шарить, по-любому могут быть проблемы. Ну, между вкладками… Ну, да, нет. Если между вкладками, то у нас… Мы когда соединяемся через RedWorker, получается, что мы получаем ссылки на каждую из складок. И если нам нужно синхронизировать, мы получили данные, прошлись по массиву, собственно говоря, вот этих референсов и запушили. И каждый получил в своем месседже то, что необходимо. То есть в этом-то есть как бы основное его преимущество, что мы из одной можем синхронить везде. Ну, то есть рекомендуется именно через месседжи работать со всем этим, да? Не через глобальные объекты? Ну, я вообще глобальные слова не очень люблю. Спасибо. А еще насчет поддержки, вот, ну, в браузерах как оно поддерживается? WebWorker поддерживается хорошо и почти везде. То есть даже там с Е с какой-то версией. SharedWorker пока поддерживаются в наших новых браузерах. С Е уже еще нету. Вот. Веджи, честно говоря, я не проверял в последние месяцы. Может, уже, кстати, есть. Так. Добрый день. Подскажите, что вы посоветуете? WebWorker или ServiceWorker? Это первый вопрос, если начинать их использовать. И второе, как их использовать вместе с Universal? Есть ли уже поддержка? Ну, WebWorker и ServiceWorker – это разные вещи. Вот. То есть WebWorker – это такая штука, куда мы можем в отдельный поток отправить нагруженную операцию, она будет выполняться. А ServiceWorker – это больше все-таки инструмент такой для работы с кэшом. Ну, вообще, по-хорошему, это просто прокси, да, над нашим IP. Такой инструмент, с помощью которого мы можем обрабатывать наши запросы кэшировать, там, не кэшировать, да, там, либо, не знаю, ретранслировать на третий сервис. Насчет Universal, честно говоря, не знаю. Вот. Тут не скажу, вот есть другой специалист. Привет. У меня есть такой вопрос. Как жить со внешней библиотекой, например, там, ScrollMagic или ScrollSpy, которые сами по себе написаны так, что они должны быть исполнены именно в мейнтрейде. И вот, например, у нас есть WebWorker-приложение. Есть ли какой-нибудь способ, нашел ли ты его уже? Просто я вот очень сильно бился с этим, у меня так ничего не вышло. Сделал так, чтобы я мог использовать какую-нибудь библиотечку внешнюю, чтобы она спокойно висела в клиентском трейде в тот момент, как фреймворк был запущен полностью в WebWorker. А что библиотечка делает? Ну, то есть… Ну, к примеру, допустим, она там палит твой Scroll, да, и, допустим, звонит с какими-то анимациями. То есть она еще обращается к дом-элементам, вот. Ну, и, то есть она туда прибита прямо гвоздями. То есть ты ее не отдерешь. Ну, конкретно с такого типа библиотек я, честно говоря, не пробовал, вот. Но, видимо, придется. Ну, да, то есть можно взять пример любой там ng-select абстрактный, допустим, просто это внешняя либо, которая была там уже портирована под компонент какой-нибудь. Ну, по большому счету, у нас же есть механизм как бы работы, да, там тот же, там, MessageBus, да. То есть у нас, когда бустрапится приложение, оно бустрапится в основном трейде, и ты получаешь референс, который находится в WebWorker. Соответственно, ты можешь поднять необходимый, там, тебе канал или общение, да, и пушить уже данные отсюда туда. То есть твоя библиотечка может что-то обрабатывать, что-то получать и отправлять уже на сторону, там, приложение, да, там. Да, а есть какой-нибудь паттерн, как это организовать удобно? Чтобы, например, был, допустим, ну, представь, у нас есть 20 библиотек, есть 20 компонентов, какой-нибудь, например, UI kit. Ну, вот, например, цель сделать с внешними либами. То есть как это организовать так, чтобы это нормально компилилось, собиралось и под WebWorker, и под обычные приложения? Ну, я себе сделал сейчас… Давай мы отдельно, мне кажется, что я не до конца себе этот… А насчет экспериментов, ну, то есть в официально несуществующей документации написано, что мы можем запустить одно приложение на самом деле, да, там, ангваровское в Worker. Я пока экспериментировал, я сделал возможность там, что можно запустить приложение в основном трейде, можно запустить в Worker, при этом их как бы вместе соединить, и они работают. Ну, это вот те, кто любит эксперименты. Все, спасибо. Ну, зря мы вопросы, конечно, закончили. Может, еще? Может, еще вопросик? Сейчас, секунду. Если у кого вопросы по Universal остались, нас прервали, можем пока поговорить. Кто-нибудь хочет? Ты знаешь, я еще до конца с Universal не разобрался, чтобы говорить. Ну, чисто теоретически, то есть то, что мы пишем в браузер модуле, то есть туда можно перенести весь код, который у нас был по Worker, написано, то есть там мы тоже bootstrap приложение и bootstrap его отдельно. И, в принципе, на браузерной части мы можем bootstrap и WebWorker и отдельно туда закинуть. Но будет ли при этом, допустим, синхронизироваться состояние HTTP вызовов, которые ты там сделал на сервер-сайде с Worker, то есть вот неизвестно, вот совсем неизвестно. Но с точки зрения того, что у нас на сервер-сайде нет дома документа window, достаточно схожие проблемы решаются и в Worker. Поэтому вполне вероятно, что должно достаточно неплохо все работать. Трансфер-стейт нужен для того, чтобы перекидывать информацию сервера в выполнении каких-то данных. Это такой кэширующий дикшенери между сервером и клиентом. И в первую очередь он, конечно, используется для синхронизации HTTP вызовов, но в принципе туда можно засовывать разное. Если вы подключите просто трансфер-стейт из команды, никакой магии не произойдет. То есть для того, чтобы, допустим, HTTP вызовы начали синхронизироваться между бэкэндом и клиентом, между сервером и браузером, вы должны написать свой HTTP-трансфер-модуль и там, используя трансфер-стейт, туда сеттить и геттить данные. Ну, достаточно сложно рассказывать, как это делается, хотя сам код сам по себе простой. То есть нужно просто сходить в GitHub-репозиторий и посмотреть, если интересно. Еще? В погоде? Да. Здравствуйте. Вопрос по Universal внезапно. Вы говорили, что есть для Netcore, да, уже в принципе решение, но оно сейчас сделано как-то немножко шамански. То есть там в Core нода и как-то все это еще влоги довольно неплохо пишет непонятный мусор. Вопрос какой? Не стоит ли сейчас нод с вашей колокольни, да, можете ли вы оценить, не стоит ли пока подождать, не может ли такого случиться, что в будущем всю эту схему перепилят сильно, если начинать сейчас что-то на этом делать серьезное, а потом все сломается настолько глубоко, что лучше бы и не начинали. Не, вот смотрите, dotnet core на самом деле это не какое-то там шаманство, да, просто это достаточно такой, ну, когда мы говорим dotnet core поддерживать Universal, все такие, ооо, там наверно на dotnet написали свой движок, который все рендерит и он делает. Нет, там dotnet он достаточно хорош в этом плане, то есть он все поддерживает, он хорошо написан, то есть там человек, который это contributed, я не помню как он называется, но вот его примерно Universal, это его основная репозитория, он достаточно активно committed, и он активно committed в Universal, ну, модуль Express Engine for dotnet core, да, вот, и у него все хорошо. Фишка в том, что внутри dotnet core для того, чтобы отрендерить наши JavaScript вызовы, ну, запускается просто нода и, ну, вряд ли что-то новое там придумают. И зачем это нужно? Просто если вы пишете на dotnet хорошо, а на ноде плохо, проще всего начать на dotnet core, то есть вы получите полноценный middleware dotnet, и там все замечательно работает, но единственное, то есть просто если хочется более такой чистый код, и вы достаточно готовы заниматься middleware на ноде, какие-то проксирующие вызовы, еще что-то, то гораздо лучше начать на ноде, потому что это будет более чистое разделение логики фронтенда и бэкэнда, и проще смотреть влог аутпута серверной части, да, потому что, ну, на dotnet придется что-то там придумывать, смотреть отдельно там, как-то искать, и с этим есть проблемы, но в целом, то есть можно там написать отдельный там логин на dotnet, который будет все это, в принципе, там закидывать, никаких проблем нет. Ну, я понял, но у меня, собственно, второй вопрос и был про ноду, и проксирование уже там как-то все-таки разделить. Ну, окей, все, вопросов нет, спасибо. У нас вот, которые на европлане часть, она написана на dotnet core, она выложена, то есть никаких особых таких штук нет. Angular 4, dotnet core 2.0 у нас.